Каждый из этих ребят не только нефтехимик, но еще и спортсмен, певец, танцор, кавейнчик, участник интеллектуальных игр или различных конференций. Поэтому вопросы, которые они подготовили для руководства компании, были самые разные. Молодежь, работники хотят запитаться в музыкальной ансамбле. У нас есть работники и с музыкальным образованием, и с инструментами. И проблем у нас нет помещения для репетиции, где мы могли бы приходить, оставлять инструменты, репетировать, выступать на концертах. КНН и в школах можно посмотреть. Недостатка актовых залов, каких-то площадок, в общем-то нет. К сожалению, они не наши. Ничего, обратимся. Мы же им помогаем, они нам пусть помогут. Так что это решаемый вопрос, посмотрим. На встрече присутствовали представители всех подразделений акционерного общества. Некоторые вопросы готовили всем коллективам. Рассмотреть вопрос о предоставлении оплачиваемого дня отцу на день выписки жены с ребенком из-за работы. В общем-то, как правило, это происходит на усмотрении руководителя. Если ты к руководителю непосредственно обращаешься, говоришь, дальше руководитель, у меня такая ситуация, у меня выписка жены из роддома. Вот ни разу не видел такого случая, чтобы кому-то отказать. Участники встречи смогли озвучить и свои идеи. Так поступило предложение установить информационные стенды в административных зданиях. В данном производстве о предстоящих событиях культурно-массовых мероприятий, о работе нашего отдела, о работе с молодежью. Мы рассматривали возможность размещения информатов. Но пока смотрели проходные, первая зона, вторая зона, и думали, значит, по поводу остановочной остановки тоже в центральной, возле А12. Пока есть такие мысли, смотрим, как лучше все это сделать. В целом встречи участники остались довольны. Встреча получилась интересной. Родион Александрович ответил на интересующие нас вопросы, какие-то взял в разработку. Вопросов, конечно, очень много. Очень много разных и про образование, и про спортивную жизнь предприятия, и касающихся наших семей, детей, времяпровождения. Следующая встреча руководства с молодежным активом компании запланирована в сентябре. Кстати, в этом же месяце на базе лагеря «Юность» состоится трехдневный форум рабочей молодежи Нижнекамск-Нефтехима. Гузель Вазиева, Марина Чернышкова, НМедиа.